Привет, меня зовут Хатуна. Мы продолжаем коротко рассказывать о важных вещах. Не забудьте про лайк и подписку. Информация о том, как можно поддержать редакцию Сова, ждет вас в описании. Это Гури Султанишвили, один из самых ярких проправительственных пропагандистов наших дней. Султанишвили, как и его коллеги по цеху, стремится быть в тренде и не упускает случая приплести к любой ситуации Саакашвили, Запад и глобальную партию войны. Дисклеймер. Глобальная партия войны, которой теперь примешали Deep State, могущественная международная организация, выдуманная политтехнологами грузинской мечты для оправдания отката демократии в стране. В мироустройстве властей эта организация спит и видит, как в Грузии начинается война. В последние месяцы идея о том, как якобы действует Deep State, преподносится грузинскому обществу через американскую призму. Например, пару недель назад на Post.TV вышел 22-минутный фильм с претензией на документалистику. Если отбросить все лишнее, его главная идея заключалась в противопоставлении традиционных ценностей и национальной идентичности, либерализму и разврату. Создатели фильма утверждают, что в Дональда Трампа стреляли, потому что только тот способен покончить с гегемонией Deep State. Этот фильм также пропиарили на сайте проправительственного и медиа, а высказанные в нем идеи продолжают активно тиражироваться на просторах социальных сетей. В целом, грузинская мечта, ее пропагандисты и карманные эксперты, хоть и опираются на размытую концепцию внешней угрозы, тем не менее иногда делают конкретные вбросы. Пропаганда, например, пассивно агрессивничает в адрес демократической партии США в лице Джо Байдена и Камалы Харрис. Скандал с Пидиди при этом открыл новые возможности. К слову, это дезинформация. Мэру Нью-Йорка предъявлено обвинение по пяти уголовным делам, но ни одно из них не связано с Пидиди. Во всех этих сюжетных линиях несложно затеряться, но методология, к которой обращается грузинская власть, стара как мир. Образ внешнего врага для сдерживания недовольства в собственной стране – избитая техника. У мечты – глобальная партия войны. У Путина – англосаксы. У большевиков был загнивающий Запад. Важно помнить, что это кино мы уже смотрели.